Сын подозревается в совершении преступлений, и именно заведомо ложные сообщения о бомбе терроризма. 16-летний красноярец мог заказать ложное минирование школы. Возбуждено уголовное дело. Парня задержали оперативники. По их данным, в одном из мессенджеров неизвестный предложил юноше распространить сообщение о бомбе. Взамен обещал разрекламировать канал школьника. Парень дал злоумышленникам наводку и в седьмой отдел полиции поступил звонок с угрозами. Оперативники выясняют, кто связывался с подростком и где находятся лжеминеры. В Шарыповском районе УАЗик с двумя людьми застрял в реке Урюб. Машина оказалась в воде почти до середины окон. Мужчина выбрался сам и вызвал спасателей. Они эвакуировали 41-летнюю пассажирку. В МЧС напоминают, сейчас лёд на реках ещё не встал. Выезжать на воду запрещено. На Коломенской сотруднице ФМБА приютили потерявшегося попугая. Тропическая птица несколько дней скакала по территории учреждения. Заманить едой её не получилось. Пришлось отлавливать сачком. Попугая назвали няшей и обустроили временное жилище в одном из кабинетов медцентра. Птицу осмотрит ветеринар. После сотрудники ФМБА займутся поиском хозяев. Виновника огненной драки в тихих зорях осудят за побои и хулиганство. Речь о потасовке, в ходе которой потерпевшие вынуждены были защищаться подожжённым баллончиком дезодоранта. ЧП произошло в мае возле пивного магазина «Налесников». Несколько агрессивных мужчин избили двоих красноярцев. Один из них ударился головой об асфальт, второму сломали нос и руку. Он оказался многодетным семьянином и обратился в полицию. Зачинщика нашли. Он уже судим за побои. Сейчас ему грозит до двух лет колонии. Горящий мусоровоз сам приехал к пожарной части в Железногорске. КамАЗ загорелся, когда в него попал тлеющий мусор из контейнера. Водитель увидел дым в зеркало заднего вида и принял решение ехать в ближайшую пожарную часть. Содержимое кузова выгорело, повреждено лакокрасочное. Но все механизмы удалось спасти. На берегу Енисея в Тихих Зорях появилось сразу четыре арт-объекта. Летний снег, путь Хариуса, стая рыб и берега. Все они победили в конкурсе по оформлению городских пространств. Путь Хариуса – это многофункциональная конструкция, которая может считаться уличной мебелью. На ней разрешено сидеть и лежать. Композиция «Летний снег» выполнена в виде букета из снежинок. Авторы работ – местные художники и архитекторы.